Мур, привет друзья! Это Зверько и ML Факты. Сегодня будет обзор на редкий в использовании предмет. Штормовой пояс. Стоит он 2290 золотых и дает 800 здоровья. 30 регеноманы, регеноманы, 10% кд навыков, 40 брони. В общем всего помаленьку. В общем всего помаленьку. Уникальная пассивка предмета. Сразу переведу нормально. После активации навыка, следующая базовая атака наносит бонусный урон в размере 2% от вашего максимального хп чистым уроном. Цель и ближайшие к ней цели будут замедлены на 1,5 секунды. Кд навыка также 1,5 секунды. Хорошее свойство, что урон идет по группе и замедление тоже. На лесу сине. Штормовой пояс. Применяем навык и наносим урон. 89 чистого урона с удара. Мало, да? Ну а что вы хотели? Это стрелок на 7 левеле. Но его хп пока оставим в покое, а проверим стакается ли замедление от навыков. 243 скорость бега эстаса. Стреляем в сторону и бьем. Теперь 219. Используем 2 навыка ли. Они оба замедляют и наносим удар. Скорость бега минус 20. Ха, ну бывает, баги вычисления. Но все-таки это значит, что замедление стакается. Вернемся к урону. Купим немного хп ли. Теперь пояс выбивает 106. Что же, давайте соберем шлем небесного стража. Он даст 1550 здоровья. Теперь пассивка пояса выбивает 132. А теперь посмотрим на популярном танке в хилосе. 13350 хп полу. 267 урона. И 14410. Это 297 урона. При уроне с руки 198. Буст урона небольшой, но он и есть. И он по группе противников. На мой взгляд, главное свойство пояса. Это плюс к хп, кд, мане и броне. А в пассивке приятно замедление, которое накладывается на группу и плюсуется к навыкам. Я думаю, подойдет тем, кто часто применяет навыки. На ум приходят. Хильда, Минотавр, Уранус, Акай. На этом все, друзья. Пишите, на какие предметы хотели бы видеть обзор. видео. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока.